Привет, друзья! Сегодня 24 июля 2012 года, вторник. Я рад опять вам представить очередную серию, как и обещал. Она будет называться «Упражнения и анатомия». Эта серия начинает новое направление, о котором я вам говорил. Это направление называется «Упражнения». И это первая серия в этом многосерийном фильме. Итак, о чем я хотел бы сказать, прежде всего. По-разному я предполагал дальнейшие съемки. Я думал готовиться, составлять план, составлять конспект, потому что это уже направление, оно имеет окраску такую обучающую. Но, например, я очень люблю общую психологию. Я посмотрел лекции профессора Петухова. Я обратил внимание, что периодически там действительно оно утомляет, ты засыпаешь. Поэтому в лекторской форме не так воспринимается информация, хотя информация может быть прекрасная, превосходная, хорошая. Вот тот профессор Петухов, которого я сказал, он был лучший преподаватель в МГУ. И, естественно, он достаточно приличный был оратор и так далее. Но монотонность, вот эта привязанность к тексту, оно, конечно, усыпляет не только студентов, но и, глядя на эти видео-лекции, оно усыпляло и меня. Я от этого ухожу. Поэтому я хочу с вами говорить в форме беседы. Я специально не набрасывал даже план, даже хоть как-то приблизительно не производил наметки. То есть я прокручивал просто в голове. И для того, чтобы наше общение было более живое, вот такая форма, я думаю, более приемлема. Итак, приступим. То есть речь, конечно, пойдет в первую очередь об упражнениях. А как они уже связаны с анатомией, будет дальше. Ну, прежде всего, об упражнениях. Но мы прекрасно знаем, что упражнения в культуризме, они в отличие, допустим, от упражнений в тяжелой атлетике, это смежные виды спорта, или в пауэрлифтинге, они имеют цель другую. А цель какая? Это, прежде всего, воздействовать на мышцы с целью их увеличения. И этой цели подчинено все, что касается упражнения. Вот если мы будем говорить об объекте воздействия упражнений в культуризме, то это, конечно же, мышечная система человека. А раз так, то упражнения построены с целью воздействия на мышечную систему. То есть они не развивают качество, как развивают упражнения в тяжелой атлетике или в пауэрлифтинге, то есть силу они не развивают. Или какие-то скоростные качества в других видах спорта, или какие-то взрывные качества. Здесь все подчинено на цельности на развитие мышц. Очень часто вы слышали, что процесс в культуризме сравнивается с процессом создания скульптуры из глины. Говорят, что руки у скульптора являются инструментом для разума скульптора, его видения, своего произведения. Точно так же инструмент есть и в культуризме. Но вот этот инструмент, давайте мы его обозначим. Это упражнение, это как резец, как лопаточка у этого скульптора, как его руки. То есть упражнение. Потом, конечно же, факторы роста мышц. И далее, всегда сопутствуют этому, и мы об этом знаем, это достаточный отдых и сбалансированное питание. Вот все вот это в совокупности, то есть опять перечислим, упражнения, факторы роста мышц, достаточный отдых, это третье, и четвертое, это сбалансированное питание. Все вот эти составные части, они составляют инструмент в культуризме. Инструмент, конечно же, в кавычках. Вот как руки у скульптора. Но важнейшая часть вот в этом инструменте, по моему мнению, Бог говорит, в особенности для натурального культуризма, который я исповедую, для реального культуризма, главное упражнение. Вот, допустим, в культуризме, где уже применяется фармакологическая поддержка, зачастую фармакологическая поддержка имеет большее значение вот для стероидных бодибилдеров, чем, допустим, уделять внимание технике выполнения упражнений. Да, то есть такому, казалось бы, очень и простому вопросу, но, вы как увидите, он не так уж прост, как это может казаться, и как мы привыкли на него смотреть. Итак, о чем я хочу сказать? Значит, упражнение в культуризме, давайте прежде всего дадим определение. То есть упражнение в культуризме, это действия, да, какие-то нашего тела под нагрузкой, которые направляют эту нагрузку на определенные части нашей мышечной системы, да, по определенным законам, там, по определенному подбору, там, повторений, там, пауз между выполнением упражнений, ну, и так дальше, и так дальше. Но прежде всего, их нацеленность на мышцы, да, воздействие на мышцы. Вот когда-то еще в даньевремена, вы прекрасно знаете, вот это вот, часто привод пример, как древний грек с быком, там, ходил он с бычком, он рос, вот, и вместе с ним росла, носил его, и вместе с ним росла мышечная масса вот этого грека. Ну, это такой классический пример. А вообще-то, вот, как я понимаю, культуризм, он зарождался, вот, глядя на то, что вот, в определенных видах спорта мышцы растут, люди обратили внимание, что это за виды спорта. Это те, которые были с отягощениями, там, где человек стремился поднимать больше, вот, стремился дальше что-то бросать тяжелое, там, тащить и так дальше. И видели, что результат выполнения вот этих вот упражнений, физической такой нагрузки, является развитие мышц. И уже в дальнейшем человек брал и приспосабливал эти упражнения для, уже не для целей, там, развития сил или поднятия чего-то, а уже для своих целей, для целей развития своего тела. И вот так вот зародился, я думаю, культуризм. Значит, ну, мы должны прекрасно понимать, что культуризм, он, это молодой вид спорта, он неоформенный, вот, и он, прежде всего, возник не для того, чтобы выявлять возможности человека, а для того, чтобы его более гармонизировать, да, для того, чтобы человек был более совершенный. То есть, а человечество, все направленность имеет свою на, все-таки, совершенствование, да, то есть, это совершенствование там и в прогрессе, и в улучшении жизни, ну, и, конечно же, совершенствование и самого человека, потому что, чем совершеннее человек, тем более качественно он живет. Вот, поэтому, вот, в настоящее время, культуризм обретает все большее и большее значение именно в гармонизации человека. Упражнение играет решающую роль. Вот мы говорим, что упражнения важны, да, и говорим, что упражнения, они играют такую ключевую роль в реальном культуризме. Но, вы обратите внимание, но очень малая связь техники выполнения упражнений, вот, ну, везде, вот, где не гляньте, любой блогер, он рассказывает, как правильно, как воздействует, и косвенно говорит об анатомии. Хотя анатомия, она лежит в основе. То есть, что такое, допустим, воздействовать на мышцы, да? Это сокращать мышцы под нагрузкой. Вот, когда человек сокращает мышцы под нагрузкой, они развиваются, да? То есть, иначе растут. Ну, что такое сокращение мышцы? Сокращение мышцы, друзья, это сближение двух мест их крепления. То есть, вот мышца имеет один конец и другой, да? Если это мышца, там, допустим, с двумя сухожилиями по краям, то вот одно сухожилие крепится на одной, допустим, кости, а другое сухожилие на другой кости. И вот сближая эти места крепления, мышца сокращается, и тем самым перемещает скелет. Вот давайте, вы сказали, что упражнение воздействует на мышечную систему человека, но не сказали, на какие мышцы воздействуют. А мышцы бывают, как мы все знаем, гладкие, есть сердечная мышца. И для перемещения костей скелета, для перемещения нашего тела, служат скелетные мышцы. Скелетные. Скелетных мышц, насчитывается, более 600. И крепятся они на скелете, который состоит более из 200 костей. То есть, казалось бы, очень большое количество мышц, да? Очень большое количество костей. Вот. И надо ли нам это знать? Конечно, в таком объеме, в котором необходимо знать медикам, в особенности хирургам, нам знать не надо. Я с этим полностью согласен. Но. Мы же знаем, какие мышцы, прежде всего, определяют вид тела, да? Его там объем, там, бугристость, там, на какие там объемы бугристость. Бог говорит так. Знаем, вот. И мы выделяем, как правило, из всех мышц только самые большие массивы, да? И называем их там основными группами мышц. Вот этих групп мышц их немного. Конечно же, вот если мы открываем, вот, атлас анатомии, да? И, вот, как я когда-то, вот, захотел, все-таки, понять, реально, а каким же образом строятся упражнения, вот, каким образом они соответствуют, вот, этим вот сокращением мышц и перемещением скелета. И я, вот, открыл атлас анатомии. И я помню, как очень тяжело. Мне, вот, приходилось выискивать, а какой же косточке крепится, да как понять, где и что, и как, и там, как искусственно что-то приподнять, а там кругом же латынь, все же для медиков. Очень сложно, поверьте. Вот, времени тратится неимоверно. И, вот, ранее, допустим, я встречал, когда только начинал заниматься, вот говорили, вот здесь ты неправильно делаешь, надо делать вот так. И возникал вопрос, а что неправильно? Если я так делаю, значит, я как-то не так воздействую на мышцы. Но, самое главное, мне никогда не говорилось. То есть, мне не говорилось, не спрашивали, вот, с какой целью я делаю данное упражнение. Мой подход может быть отличный от подходов у многих культуристов, и у тренеров, в том числе, ну, и отдельных спортблогеров. Вот, но я считаю он правильный, потому что, как я вам говорил, все-таки цель выполнения упражнения, это направить нагрузку вдоль тех волокон мышц, которые развиваются, да, и создать максимальный пик этой нагрузки на те участки этих волокон, которые участвуют в этом движении. Таким образом, мы получаем вот тот эффект, который нам нужен для последующего роста мышц. Потому что мы знаем, что на тренировке мышцы не растут, они растут в дальнейшем, в период отдыха. Итак, давайте мы определимся, для чего нам надо знать анатомию в объеме знаний мышечной системы, опять-таки в объеме всего лишь знаний мест крепления. Причем знания мест крепления нам не надо знать точно. Я буду давать информацию, где они точно крепятся, да, и на латыни в том числе. Но это только для того, чтобы вы могли, если захотите, более углубленно, открыв атлас анатомии, да, брать мои схемы, да, и уже для себя более углубленно изучить вот эти места крепления. Или проверить меня. Далее. Значит, нам места крепления надо знать еще и для того, чтобы научиться самим составлять упражнения, да, или уже понимать технику известных упражнений, менять эту технику под свои цели, более выверены лично для каждого. И здесь вот как раз знания анатомии, поверьте мне, они имеют неоценимое значение. Особенно для реального культуриста. Потому что, конечно же, без фармакологической поддержки количество упражнений, которые могут дать эффективность в росте мышц, оно очень ограничено. Очень. Поэтому желательно уже в процессе тренировок иметь определенную нацеленность комплекса упражнений на уже свои какие-то конкретные цели, или под свои какие-то недостатки, или под свои какие-то особенности. Вот именно для этого нужны нам знания анатомии. Ну вот хорошо, мне задавали вопрос, а какими источниками вы пользуетесь там? Ну я вам скажу так, все источники, которыми я пользовался, они для меня неудобны. И думаю, они будут неудобны и для всех. Ну какие это источники? Ну вот, прежде всего, главный источник, да? Это вот атлас анатомии человека Синельникова. Вот, гляньте, вот он. Вот так я покажу поближе. Вот. Это атлас анатомии, вот он за 72-й год, да, издательство «Медицина Москва». Вот, ну, насколько я там читал, я помню, он отпечатан в Германии. Поэтому, конечно, качество здесь достаточно так хорошее, да? То есть, здесь действительно приятно пользоваться таким атласом. Но он, конечно, сделан для медицины. Вот, естественно, там очень он подробный, да? Но он и фундаментальный, и это, собственно говоря, основа была для составления уже мною своей анатомии, да? Вот. Поэтому, это книга, основа. Далее. Ну что можно еще использовать? Вот новый атлас анатомии человека, да? Вот он очень такой красивый, современный, тут 3D, там, и так дальше, и так дальше. Но, конечно же, он имеет такую общую анатомическую информативную нагрузку. Ну, и вот один из главных атласов анатомии, да, вот в спорте. Это вот, смотрите, анатомия силовых упражнений Деловие. Кстати, вот эта анатомия, она, эта книга, она самая дорогая из книг культуристического направления. Но, она же-то и выполнена превосходно. То есть, тут действительно графика на высочайшем уровне. Вот. Но, тем не менее, да, у меня к этой книге очень много замечаний. Вот. Я всегда отношусь критически. Вот. Ну, вот, представьте, вот я излагал вот здесь вот. Я буквально так рассматриваю каждую книгу, достаточно критически. То есть, замечаний много. Хотя все красиво, но какие-то неточности и издательские, и авторские, конечно же, допущены. Поэтому, вот для того, чтобы мне было просто и легко, вот, ну, мне же не надо, допустим, знать, там, какая там мышца, там, подтягивать яичко, вот как вот в анатомию Деловие, да, вот здесь указано. Нет, не надо. Нам надо только те мышцы, которые создают объем нашего тела. Вот из этих позиций я исходил, прежде чем начинать составлять мою уже схематическую анатомию мышечной системы человека, приспособленную под культуризм. Вот я вам буду сейчас демонстрировать, как это выглядит, да. Вот вы посмотрите, смотрите на экран. Вот это, допустим, скелет человека, да. Да, вот вид спереди. Вот посмотрите. Вот там нету мелких косточек, да, вот нету косточек кистей, нету там каких-то там лишних бугорочков и так дальше. То есть, схема составлена достаточно примитивно, но в принципе понятно, где какая кость, да, в какой части тела находится. То есть, достаточно все ясно и понятно. На этой схеме скелета человека, да, это схематический скелет человека, вот я указал основные кости. Основные. То есть, это те кости, на которых крепятся основные группы мышц. То есть, те группы мышц, о которых в дальнейшем, там, в следующих роликах пойдет речь, да. Вот посмотрите, вот на виде спереди, там вот нету и стоп, да, костей стоп. То есть, ну, а так, в принципе, все кости указаны. Вот посмотрите, вид сзади. Точно так же, просто, да, без всяких там выпендрасов, но в принципе понятно. А вот смотрите, как выглядит изображение, да, на котором указаны мышцы, основные мышцы, которые определяют вид нашего тела, которые и входят в те основные мышечные группы. Вот они здесь все перечислены. То есть, их не так уж и много. Вот гляньте. Здесь это общий вид человека. Но в дальнейшем, там, где уже будем разбирать упражнения, да, для определенных групп мышц, да, их нацеленность на какие-то участки упражнений, там уже будет более подробно, более там, выверено, более избирательно. Вот, ну и гляньте, конечно же, вот вид сзади. Да, вот вид сзади. Гляньте, тоже имеет вполне приемлемую форму для понимания. Вот я еще хотел бы сказать, вот очень главный такой, краеугольный момент в культуризме. Да, вот мы говорили, вот я говорил ранее об избирательности. Вот избирательность, она может быть разная. Вот одна избирательность, вот она признана всеми. То есть, да, действительно, что те волокна, вдоль которых направлена нагрузка, если эта нагрузка наибольшая в упражнении, вот, эти волокна, они прежде всего ее и получают. И естественно, они в первую очередь и развиваются. Те волокна, которые направлены под углом к этой нагрузке, они получают меньшую нагрузку. И поэтому меньше развиваются. На этом построена и техника выполнения упражнений. Вот, например, если мы говорим для груди, то техника упражнения для средней груди, там, верхней груди и нижней части груди. Эта избирательность, она общепризнана. Но, есть вид избирательности, который является до сих пор спорным. Спор ведется, возможно ли увеличивать отдельные участки мышечных пучков. То есть, отдельные части мышечных волокон. Вот, спорность в этом вопросе связана с чем? Что, ну, общепринято, что волокно сокращается равномерно. Ну, я согласен, оно сокращается равномерно. Но, сокращаясь равномерно, оно может неравномерно повредиться. И, по моему мнению, оно повредится, скорее всего, там, в первую очередь, где сосредоточен пик нагрузки. Вот, направленная нагрузка вдоль волокна. А вот, пик нагрузки припадает на какой-то определенный момент сокращения. Вот, я недавно звонил в Москву, брату, да. Вот, он занимался, будучи лучшим преподавателем ВВТУ имени Баумана, занимался проблемами сердца. Естественно, вот, мышцу сердца он изучал. Но, изучал, чем же она отличается, там, от других мышц, да, вот, скелетных в том числе. Значит, ну, он мне сказал, что происходит скелетных мышц последовательное сокращение. В отличие от сердечной мышцы, где она сокращается вся, целиком. Ну, я принял это на веру, да. Но, я как практический культурист, я привык все щупать, проверять. Но, практика моя, независимо от того, что сказал мой брат, или какая информация существует по этому поводу, вот, я вам скажу, что практика, у меня есть примеры практики, где действительно можно было пощупать, что вот в этом месте развилось больше. Об этих примерах, ну, я могу говорить там, их, может быть, не так много. Многие примеры и вы сможете приводить. Ну, вот, последний свежий такой, явный был пример. Вот у нас в зале тренировался Веленович, он на пару лет старше меня. А он как физкультурный тренировался. Естественно, выполнял ограниченное количество упражнений. И в том числе он постоянно бомбил одно и то же упражнение, подтягивание узким и средним хватом на перекладине. И он, я помню, подходил, вот мы стояли вот с тренером, да, Валерием Владимировичем. И он подходил и показал. Вот, смотрите, какие у меня шишки. И шишки показал на длинных головках бицепса в верхней части. Вот в этой части, вот в этой части, вот в этой части. Явно были они обозначены. И действительно, вы их посмотрели, и важно было их пощупать. То есть, вот это самое явное доказательство того, что избирательность возможна. А вот каким образом возможно, это уже речь пойдет в дальнейшем. Ну, давайте, раз вы уже посмотрели общую топографию мышц, да. Вот мы посмотрели недолго, но вы можете всегда сделать стоп-кадр и рассмотреть поподробнее. Давайте вот просмотрим основные группы мышц. Вот как они топографически выглядят на теле человека. Вот, начнем, допустим, с мышц ног. Да, вот это, будем говорить, главная мышечная основная группа. А главное почему? Потому что она вносит самый большой вклад в общую мышечную массу. Вот вы запомните, что мышцы нижней части, а туда входят и мышцы бедер, и мышцы голени, и мышцы таза. Так вот, этот весь массив нижней части тела, то, что называется нижними конечностями, вот он имеет порядка 70, долю 70, порядка 70 процентов в общей мышечной массе. И естественно, ноги занимают, вот в нижней части тела, решающую, ведущую позицию. Итак, вот смотрите, вот это передняя часть бедер. Вот это медиальная часть бедер. Вот задняя часть бедер. А вот задняя часть голеней. Вот они, трехглавые мышцы голени. А вот мышцы спины. И вот отдельно выделены мышцы второго слоя. Мышь спины. И наконец мы подошли к любимым мышцам культуристов, к мышцам груди. А вот мышцы плечей. А вот мышцы плечей. А вот как раз те мышцы, которые, как правило, находятся на задворках, в тренинге культуристов, они выполняются в конце. А я вам говорил, я всегда в начале выполняю. К этому мы еще вернемся. Это мышцы живота. Мышцы пресса. Нашего вожделенного пресса. Далее будут показаны вам в дальнейших роликах, когда мы будем уже говорить об упражнениях, связанных с конкретными группами мышц. Вот там мы будем подробно, уже я вам буду показывать, где же расположены эти мышцы. Вот как они, где крепятся. Вам не надо знать подробно, но надо хоть приблизительно представлять, в каком районе они крепятся. Для чего это вам надо знать? Вот я вам скажу самое главное. А самое главное в том состоит, что сейчас все больше в тренинге уделяется внимание ментальному сопровождению сокращения. Я вам сказал, что сокращение это сближение мест крепления мышц. И эффективность, вот когда ты сопровождаешь места крепления, то есть сближение их, вот этот процесс сближения, эффективность очень сильно увеличивается. А нам особенно важно, чтобы эффективно мы выполняли в реальном культуризме, натуральном тренинге. Вот поэтому я говорю, что для нас это крайне важно, для нас, для натурального, крайне важно. Только так мы сможем создавать мышечную массу, которая, ну конечно же мы никогда не достигнем без фармакологической поддержки той массы, которую показывают соревнователи бодибилдеры. Но мы можем создавать приличную массу. А для этого надо эффективно тренироваться. А уже в дальнейшем мы можем помогать этому эффективному тренингу каким-то питанием сбалансированным, каким-то организованным отдыхом. Но это важные моменты, но они не главные. Главный все-таки тренинг. Те моменты, которые второстепенные в натуральном тренинге, они могут быть главными в другом тренинге. Тренинге с фармакологической поддержкой. Вы, пожалуйста, погуглите. Посмотрите вот эту тему, там где мысленно сокращаются мышцы. Да, вот там многие блогеры спортивные, они говорят, что надо мысленно, надо ментально, надо молиться, там в общем и так дальше, и так дальше. То есть, можно мысленно перед сном сокращать, и они будут развиваться значительно эффективнее. Я с этим согласен. Но если вы будете знать места крепления, где расположены эти мышцы, то вы сможете очень эффективно на тренировке, а не перед сном сокращать эти мышцы. Итак, спасибо за внимание. До следующей серии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok